Отечественная Priora против немецкой Audi. На состязаниях по дрэк-рейсингу в аэропорту Панфилова такая пара отнюдь не удивляет. Ведь спортивных автомобилей здесь собралось более сотни. В этот раз параллельные гонки по прямой на 402 метра получили не только краевой, но и всероссийский статус. Понадобилось на это около 10 лет. Притом соблюдения кодекса RAV и отличной организации мало. Есть определенный документ оборот, который обязан быть. Это сам регламент соревнования со всеми понятными условиями для пилота. Затем все бюллетени вовремя опубликованы, все протоколы, итоговые списки допущены. Поэтому пилоты, занявшие с первого по пятое место в своем зачете автоматически получают звание кандидата в мастера спорта. Круче теперь разве что Кубок России. Однако этого уровня достичь скорее всего не суждено. Виной тому покрытие. Аэропорт Панфилова состоит из плит, а не из специальных слоев асфальта. Поэтому проблема не только в сцеплении, но и в расходе резины. Представьте, что одна плита выше, другая ниже. Она же ударяется об нее. А вы видели, как машины к 8-секундной едут, что их кидает? Это именно из-за этого. Это очень опасно. Их кидает в стороны скорости. Какие? Около 300 км в час у них на выходе. Представляете? И это все происходит, потому что резина в бок уходит немножко. Особенно тряску на себе прочувствовал Андрей Ганзин, пилот синего 33-го ГТРа, который считается одним из быстрейших проектов в Сибири. В Панфилово он выступает лишь второй раз. На предыдущих соревнованиях его подвела техника. Протечка масла. На этот раз проблемы в тренировке были с закисью азота. Однако в заездах это не помешало поставить ему новый рекорд трассы – 8,128 секунд. Не знаю, ну как-то даже не почувствовал, что я побил рекорд, казалось. Казалось, что я медленнее поехал, чем в прошлый заезд. Ну, старт был похуже сейчас. 60 футов было похуже, чем в прошлый раз. То есть сколько в теории может поехать ГТР, если все будет идеально? Если все хорошо, но ездили на нем 7,5 секунд. Главным оппонентом старого томского ГТР стала его обновленная алтайская версия под предводительством Олега Крохина. Для заездов его на стройку производил специалист прямиком из столицы. Осуществляем связь с Москвой, с его компьютером. И он через наш новый круг смотрит, как вела себя машина в предыдущем заезде. И выравнивает, у него программа специальная есть. Он выравнивает все это, подгоняет, как нам правильно ездить. Все относительно покрытия, погоды. В итоге в погоне за непобедимой синей кометы у Олега Крохина развалился блок цилиндров. Поэтому пришлось довольствоваться вторым местом в краевом зачете. Ганзин же стал абсолютным победителем в классе Unlimited. Кто знает, как бы еще сложились обстоятельства, если бы в первый день не пошел дождь и квалификация не перенеслась. Однако спорт подобной истории со слагательного наклонения не знает. Поэтому стоит ожидать реванш на следующем всероссийском этапе, который состоится на аэродроме Панфилова уже 5-6 августа. Данил Кузнецов. День с толком.